Мы понимаем, что сейчас ситуация такова, что масса проблем внутри нашей страны. Этот режим ничего не делает, чтобы предотвратить социальные взрывы. Вот они объявили, что с 12 апреля повышаются цены на нефтепродукты. Также объявили, что поднимаются цены на тарифы, на электроэнергию, соответственно, на тепло. Мы видим, что протестующие по тому, что в связи с тем, что выросли цены на нефтепродукты, выходят на улицу. Сегодня Жанна Тасии, вчера Жанна Узени. И эти протесты будут только нарастать. И ситуация вообще так разворачивается, что эта власть не видит, как их решить проблемы. Более того, там же все очень просто. Цены на нефтепродукты, рост их, доходы дополнительно дают кому? Тимуру Кулебаеву. И Тимур Кулебаев имеет специальные компании, которые имеют монополию на продаже нефтепродуктов. Все нефтебазы, которые принимают эти нефтепродукты, находятся в собственности у Тимура Кулебаева. Журнал Forbes объявил, что состояние семьи Кулебаевых в условиях кризиса увеличилось на 1 миллиард долларов. Уважаемые друзья, вдумайтесь, для вас зарплата 100 тысяч тенгет для многих недосягаемая. А тут Тимур Кулебаев, зять Нуртултана Назарбаева, официально объявляет о том, что его состояние увеличилось на 1 миллиард долларов. И это происходит в так называемом Новом Казахстане при Касамжумарте-Тукаеве. Нет никакого конфликта у них с семьей Назарбаева, они вместе богатеют и поднимают цены на нефтепродукты, на тариф, на что угодно. Невзирая на то, что вам тяжело, что цены растут, зарплата ваша на прежнем уровне, эта власть показывает, что новый Казахстан такой же, как и старый, который плевал на вас, плевал на ваши интересы. И просто я говорю поразительно, когда эти протесты идут, что они хотят сделать? Они думают, этими комитетчиками немногочисленными и полицией, которые являются частью нашего народа, хотят подавить эти протесты? Нет, это не получится, уважаемые друзья. Поэтому, что я хотел бы в этой связи сказать? Нам важно, важно снести этот режим бескровно, без каких-либо жертв. Вы видели, как жаназенцы, буквально 80 человек, что называется, подняли на уши всю страну. И, конечно же, сам город Жаназень их поддержал. Но мне пишут многие люди, а почему жаназенцы не поднимают проблему шире? Более того, те люди, которые приехали в Астану, они произносят следующие слова. Они говорят, что мы приехали, чтобы добиться, чтобы нам дали высокооплачиваемую работу. И все. Почему они не поднимают проблемы по всей стране? Так мне пишут. На что я хочу сказать, уважаемые друзья. Не бывает такое, чтобы какая-то узкая группа людей, 80 человек или меньше, решили проблему всей страны. При условии, еще в ситуации, когда миллионы сидят на своих местах, дома. И они хотят, чтобы приехали из героического жаназения и решили все проблемы. То есть, некий Бэтмен. Вчера в лице Бэтмена они хотели запад, потом какую-то голову хотели, чтобы кто-то нашел голову Кенесары Хана. И типа все изменится. Проблема в том, что если миллионы хотят перемен, то эти миллионы должны, значит, действовать. А не ждать, когда все это сделает за них жаназень. Так не будет. Вообще, может такая ситуация сложиться, что в итоге предприятия нефтегазового сектора, находясь в жаназении, они добьются перемен благодаря своему упорству, и жизнь станет у них лучше. Только у них. А у всей остальной части будет не очень. Собственно, так было в Китае, между прочим. Когда Китай в 80-х годах, в конце 80-х, находясь вообще в страшнейшей бедности, создавал специальные экономические зоны, где можно было заниматься бизнесом, торговать. И люди, которые жили в специальной экономической зоне, они были богаче, чем остальная часть Китая. У нас тоже так может быть. Понимаете? У нас жаназень может жить хорошо, а вы все будете жить плохо. Почему будет жить жаназень хорошо? Потому что они борются, потому что они пострадали, они собраны, они организованы и так далее. Поэтому не надо надеяться, что небольшой жаназень изменит страну полностью в любом его месте. Этого не будет. До тех пор, пока миллионы и проснутся не начнут действовать, перемен не будет. Вы же видите, вот жанатас вышел. Да, сейчас власть будет вынуждена и там скорректировать. Сейчас по нефтепродуктам, если будут массовые вступления, и здесь вы увидите, когда в январе прошлого года жаназеньцы вышли, сказали, газ елю, вы помните? Министерство энергетики сказал, да вы что, это невозможно, 100 тенге минимум. А сейчас сколько уже жаназенцев газ в западном Казахстане? 50. Газ елю. Он елю только потому, что люди выходили на протесты, на массовые. А сейчас я поеду на контур грантов. Продолжение следует. Мns вparagus.